Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале Мода Эджедима, канал Моди Красоте, так же обоим на шопинге. Ну что ж, сегодня снова исключительно женское видео, и речь пойдет о том, что такое молодиться, не молодимся ли мы, как не молодиться, и вообще, кто такие люди, которые молодятся, только ли это женщины, либо бывают и мужчины, которые молодятся, из какого возраста можно сказать, и нужно ли говорить о человеке, что он молодится. Тема эта возникла на моем канале не случайно. Обычно зрительницам, которые несколько старше меня, они либо прямо об этом указывают, либо я могу представить из сути комментариев, из сути вопроса, что они старше меня, я отвечала всегда именно в комментариях. И даже, наверное, не думала выносить эту тему в отдельное видео, потому что я не представляла, что называется остроту этой темы. Обычно зрительницы, которые слегка меня старше, спрашивали, «Яна, а вот такой расслабленный стиль можно ли носить в 50 лет?» Вот недавно совершенно был конкретный вопрос. «Яна, а можно ли носить жакейские сапоги, если тебе 55-56?» Вот такой вопрос тоже совершенно четко звучал. Также был вопрос относительно вот примерно такого же возраста и цветных колготок. И когда мы говорим о цветных колготках, безусловно, речь идет о павшей листве. Именно о такой палетке шла речь в моем видео, под которым этот вопрос прозвучал. Подобные вопросы возникают. Но я получила также интересный комментарий относительно белых кроссовок. Я не совсем поняла, зрительница непосредственно ко мне обращалась, имела в виду меня, либо она имела в виду итальяна, которые попали в мое видео, прежде всего в видео стрит-стайл с улиц Венеции, и также стрит-стайл с улиц Падуи. Потому что речь в комментариях шла о белых кроссовках. И суть этого комментария была такова. Зачем молодиться и носить белые кроссовки спортивных фирм, которые стоят недорого, когда в определенном возрасте ты можешь себе уже позволить более дорогую обувь, даже спортивную, но тем не менее более дорогие марки. В этом видео, как и в других видео, я также говорила, что я за спортивную обувь, именно бюджетной линейки самых обычных спортивных брендов, которые мы все знаем, к которым мы привыкли. Не стоит подражать, говорилось также в этом комментарии, мальчикам и девочкам, которые ходят в кроссовках Adidas и Nike. Если я не ошибаюсь, прямо-таки именно эти две марки были упомянуты. Что я могу вам сказать, дорогие мои зрительницы любого возраста, что здесь в Италии совершенно точно, совершенно точно дела обстоят именно так, как я сейчас вам скажу. Кроссовки Nike, даже самая бюджетная линия, кроссовки Adidas, даже самая классика, классика, которая обычно стоит несколько дешевле, чем какие-то сезонные новинки. Эта обувь, безусловно, дорогая. В этой обуви не ходят подростки. Егору сейчас 13 лет, и могу сказать, что в его в классе, если один подросток носит обувь Adidas, Nike, либо подобных фирм, это, наверное, исключение. Скорее всего, это подарок, который получил ребенок, подросток в таком раннем возрасте, от дедушки, бабушки, родители. Возможно, даже это был подарок в складчину. Выше названная обувь является совершенно точно дорогой обувью. И, как правило, подростки, начиная с 12 лет, заканчивая, наверное, каким-то 20 годами, когда они уже могут сами зарабатывать, эту обувь не носят. Повторюсь, если вы увидите подобную обувь, скажем так, фирменную обувь, спортивную фирменную обувь, на детях, на подростках такого возраста, это, скорее всего, будет именно подарок. Это не будет покупка, то есть это не будет среднестатистическая покупка, чтобы пополнить гардероб ребенка. Я говорила в своих видео, что в Италии совершенно точно можно проследить вот такую тенденцию. Детей до 3 лет одевают очень красиво. Младенец, который еще не может сидеть, скорее всего, будет в обуви лежать в своей колясочке после 3 лет и, наверное, лет до 10, когда ребенок уже сам начинает понимать, как он выглядит, стараться выглядеть каким-то образом, каким выглядят его, возможно, одноклассники, его друзья. Вот этот возраст, когда дети выглядят хуже всего в Италии, что мальчики, что девочки, но девочки в особенности. Это как раз-таки возраст каких-то растянутых, застиранных свитеров, кофт, непонятных футболок, непонятных треников, по-другому эти брюки даже не назовешь. В этом возрасте дети одеты в Италии очень неаккуратно и редко-редко красиво, и что называется элегантно. В Италии пить это элегантно применяется даже к детям. И потом, после 10 лет, все-таки дети начинают просить что-то себе в подарок. Уже это возраст, когда уходят традиционные подарки, игрушки, соответственно, ребенок одевается примерно. Ребенок одевается уже скорее соответственно своим представлением и представлением о том, как должен выглядеть подросток мальчик, подросток девочка. Прежде всего, это представление формируется средой. И вот если вы увидите, вот если вы увидите на детях такого возраста фельпу, худи, что это может быть еще, футболка, какой-то прямо-таки узнаваемой фирмы, скорее всего, это будет спортивная какая-то фирма, то, скорее всего, эта одежда была получена в подарок. Скорее всего, ребенок ее просил, скорее всего, ребенок ее хотел, скорее всего, ребенок ожидал момента праздника, дня рождения, как правило, либо Рождества, чтобы эту красивую фирменную одежду получить. Поэтому здесь в Италии совершенно точно женщина, идущая в кроссовках Адидас, Кеда Хадидас, Найках и так далее, совершенно точно является женщиной, но уж не дешево одетой как минимум. Вообще, я считаю, что мы женщины должны быть, что называется, все в одном лагере, мы плывем в одной лодке, но именно в том, что касается термина молодец, это как раз-таки тот аргумент, который делит нас женщин прямо-таки пополам. С одной стороны находятся те, кто считает, что другие женщины молодятся, а с другой стороны находятся женщины, которые опасаются того, что о них могут подумать, что они молодятся. Исходя из своих собственных эстетических представлений о том, как должна выглядеть женщина в определенном возрасте, а также исходя из моего опыта проживания сначала в большом, крупном городе, таком как Москва, и сейчас проживании в другой стране, могу совершенно точно сказать, что женщина в любом возрасте вольна носить то, что ей нравится. Возможно, вы меня спросите, Яна, ну неужели можно, не знаю, прям таки в 50-60 лет надевать мини-юбку? И здесь я отвечу, что такой вопрос, скорее всего, может прозвучать как раз-таки от аудитории достаточно молодой. Потому что женщина в определенном возрасте, помимо того, что прибавляются года к ее анографическому показателю основному, скорее всего, такой вопрос не задаст. Скорее всего, ей такой вопрос даже в голову не придет, прежде всего, потому что с годами, помимо всего прочего, мы мудреем, мы приобретаем определенные знания. И именно эти знания не позволят среднестатистической женщине надеть мини-юбку, допустим, в 60 лет. Просто потому, что мини-юбка – это тот элемент в гардеробе, который изначально родился для того, чтобы женщина могла продемонстрировать красоту своих ног. И красота женских ног, как правило, имеет место быть даже не в 20 лет, когда большинство из нас нуждается в гречном марафоне, потому что в студенчестве все мы питаемся, как правило, плохо, нам не хватает знаний, нам не хватает той же самой мудрости, чтобы следить за своим питанием, потому что наше питание отражается на нашем здоровье, не только на том, как мы выглядим. Так вот, красота женских ног, как раз-таки, это, наверное, 30-40 лет. Поэтому мини-юбку, я думаю, любая женщина будет носить именно в этом возрасте, прежде всего, понимая, как выглядят ее ноги. Женщина в 60 лет уже настолько мудра, что какие-то вещи она просто не наденет. Необходимо прежде всего помнить, что есть определенные фасоны, которые перестают нас украшать, которые перестают нам идти в силу изменений, которые происходят с нашим телом. Но это может произойти в 40 лет, а может и не произойти в 40 лет. Например, есть фасон платья, который мне очень нравится на других, который мне очень-очень нравится сам по себе, который я зачастую пыталась купить, поносить, что называется, я покупала иллюзию. Но он не идет мне примерно уже лет с 25, когда я поняла, что периодически я набираю вес, этот вес откладывается как раз-таки в талии. Это платье без рукавов, это платье, как правило, с круглой горловины, платье, у которой широкая юбка, и эта широкая юбка начинается примерно на талии. То есть талия редко бывает чуть выше, чуть ниже, прямо-таки вот на талии, где должна быть талия, там и начинается эта юбка. Этот фасон крайне сильно меня полнит. Этот фасон, если я покупаю свой размер, он просто на мне не застегивается как раз-таки в районе талии. Если я покупаю на размер больше, внизу все смотрится достаточно неплохо, в районе живота ничто не топорщится. Но совершенно отчетливо мне велик, скажем так, топ этого платья. Поэтому действительно определенные изменения, которые происходят с нами в силу возраста, в силу того, что мы не всегда следим за своей фигурой, не всегда следим за своим питанием, не занимаемся спортом, когда могли бы и должны, наверное, прежде всего для своего собственного самочувствия заниматься какой-то хотя бы легкой физической активностью. Так вот, какие-то фасоны мы не можем носить прежде всего, потому что эти изменения происходят. Но опять же, если женщина в 40 лет приводит себя в порядок, в 50 лет приводит себя в порядок, то почему бы ей не начать носить снова узкие платья, которые ее украшают, которые ей идут. Поэтому все, что касается жакейских сапог, такой вопрос звучал в комментариях, все, что касается ярких цветов, конечно же, да. Все, что касается определенных фасонов пальто, длинные, короткие, все, что касается определенных фасонов, все это совершенно допустимо. В возрасте, я даже не знаю, каким рубежом его ограничить, из какого момента он начинается, просто потому, что если нас эта одежда украшает, этот фасон украшает, этот цвет украшает, то, соответственно, именно это мы и должны носить, если нам хочется. Плюс немаловажно учитывать тот простой факт, что зачастую многие из нас приобретают вот эту уверенность в себе, которая позволяет нам понять, что мы хотим носить, в чем нам комфортно, в чем сами себе мы нравимся. Мы приобретаем эту уверенность к 40 годам, в лучшем случае. Если на нас очень давит социум, если мы живем в социуме, который делится на тех, кто думает, что женщина с определенного возраста, надевая определенные вещи, пытается молодиться, хочет казаться моложе, то, конечно же, эту уверенность в себе мы приобретаем несколько позже. И хорошо, если вообще приобретаем. Поэтому, дорогие мои зрительницы, сколько бы лет вам ни было, если вы здесь и сейчас понимаете, что вам идет, что вам хочется носить, что вам доставляет радость, удовольствие, в чем вы сами себя комфортно, классно ощущаете и в чем вы себе нравитесь, носите это вне зависимости от вашего возраста. Носите это здесь и сейчас и будьте рады, что вы наконец-то поняли действительно то, что вам идет и что вас украшает. Я на этом с вами прощаюсь. Желаю всем очень хорошего дня. Это была Яна Скворцова. Увидимся очень скоро. Пока-пока. Продолжение следует...